В Армавире встретились более 100 архитекторов, дизайнеров и проектировщиков. С 5 по 14 октября в городе проходят Дни архитектуры. Профессионалов строительной отрасли объединила передвижная выставка победителей смотра конкурса на лучшее архитектурное произведение 2020-2022 года. Здесь сегодня и сейчас сосредоточена вся архитектурная мысль не только Краснодарского края и не только Юга России, наверное, всей нашей большой страны, Российской Федерации. Представлены лучшие проекты, представлены интересные идеи. И поверьте, нам бы очень хотелось, чтобы часть из этих проектов нашла в той или иной степени реализацию на территории нашего города. В холле администрации муниципального образования разместили лучшие проекты конкурса ЮГБИЛ-2022. В их числе точечное благоустройство общественных территорий, парков, пляжей и набережных, а также концепции новых промышленных объектов и реновации старых, виды типовых жилых домов и комплексной застройки. Подобные проекты планируют реализовать и в Армавире. У нас и комплексная жилищная застройка, и рядом мы планируем сквер на 7 гектар, у нас третий этап нашего водохранилища. Мы только вот сейчас заканчиваем наш парк сфинксов. Больше 150 миллионов выделило государство и Краснодарский край на реализацию этого проекта. У нас есть территория бывшего завода Армалей, где планируется большой жилищный комплекс. Желание делать города лучше и краше в пятый раз объединяет специалистов отрасли в Армавире. В рамках Дни архитектуры проходили экскурсии на стендах представленной выставки, а также встречи со студентами строительных специальностей. На этой выставке она у нас впервые, 100 квадратных метров, она у нас впервые проходит в стенах здания администрации. Ее увидят в том числе и административные работники, глава администрации, заместители, которые принимают окончательное решение быть чему-то или не быть. После закрытия Дней архитектуры для гостей из других муниципалитетов организовали экскурсию по городу. Финальным событием съезда стал круглый стол с участием главных архитекторов Краснодарского края, где они обсудили строительный потенциал города и развитие отрасли на Кубани. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал А360 Армавир.